Всем привет! Этот ролик я должен был выпустить около года назад, тогда, когда я его и создал. Сидел, думал, какое превью сделать, как назвать его, какие теги вписать, и вышло так, что я его просто отложил в долгий ящик. Казалось бы, с чего бы такая задумчивость, выкладывать какой-то материал или же нет? Ты ведь как только набираешь материал, его монтируешь и выкладываешь, скажете вы. Казалось бы, ты снимаешь и стримишь Грисмод, и эта игра — краеугольный камень твоего канала. Но при этом, у тебя умудряется валяться неопубликованным видео по этой игре аж целый год. Навязывается вполне себе справедливый вопрос. Что ты там такого наснимал и нарассказывал на 8 минут, что ты так до сих пор его и не выложил? На самом деле, ничего такого, никакого инфоповода, никакого конфликта, всё это и тому подобное мне неинтересно и нахер не упало на этом канале. Просто небольшое рассуждение о том, почему же всё-таки то, что происходит в DarkRP, абсолютно нормально для этого режима. И почему создавать HardRP и SeriousRP, чтобы игроки у тебя бегали по струнке, в настоящее время и в будущем, уже не имеют никакого смысла? Да и вообще, почему я должен думать, что сюда выкладывать? Без преувеличений, конечно, я могу сюда закинуть спаривание жуков-навозников, или то, как мой кореш рыгает 5 часов подряд под музыку из Hotline Miami. Я просто месяца 4, а то и больше, наблюдаю, как периодически выходит ролик о том, как DarkRP, оказывается, умирает, Грисмод уже себя изживает, игроки не играют, донатеры не донатят, админки не сливаются, а ковбойки у нас, увы, уже не покупаются. Я хуй знает, может быть, мода такая пошла штамповать видосы на тему того, что DarkRP, оказывается, умирает, но никак не может, сука, до конца умереть 4 года. Так вот, ребята, я принял гениальнейшее решение, а именно материал для летсплея я совместил с разговорной частью ролика, потому что некоторые моменты из летсплея будут дополнять и служить примером для разговорного видео. Я очень часто вижу сообщения по типу в Грисмоде, невозможно сделать нормальное РП, и ради интереса я решил сделать опрос во вкладке сообщества и узнал у вас, создан ли Грисмод для РП или нет. К моему удивлению, большинство проголосовало против, и это хорошо. Значит, всё же большая часть, хоть отдалённо, но понимает, почему я не люблю серьёзные отыгровки и прочую дрессню в Грисмоде. Как ты смеешь об этом говорить? Это же, это же серьёзная игра! Там люди отыгрывают ролик! Да мне похуй, это душно, это неинтересно, это скучно, это отнимает слишком много времени. Если на старте видео у вас уже появились такие мысли, то вырубайте нахуй ролик и идите отсюда на какой-нибудь другой канал. То, что дальше будет вещать быдло, как, наверное, вы уже думаете, вам точно не понравится. Этот ролик создан в первую очередь для того, чтобы выделить на полях маркером дебилов, которые начинают сразу же поливать кого-то говном за то, что у кого-то есть своё мнение. И если это получилось сделать на минуте 25, то я уже выполнил свою задачу на 50%. А теперь погнали! Начнём с того, что это песочница. И, пожалуй, на этом и закончим. Ну реально, какой нормальный человек хочет томной, нудной, опционально замедленной, об этом чуть позже, отыгровки в игре, которая сделана для экшена? Грисмод это в корне не та игра, которая создавалась для симуляции хождения по тротуару. Она сделана вот для этого. И ещё вот для этого. И, наконец, вот для этого. Наверное, у вас появился резонный вопрос. Зачем ты в пример ставишь самолёты? Ведь не на каждом серваке можно на них полетать. Ну, во-первых, это просто пример физики в этой игре, а также инструментария, причём базового, без всякого воркшопа. Ну, а если ты хочешь полетать на самолётах, но в Dark RP особо негде этим заняться, разве что локалка, то предлагаю тебе заценить War Thunder. Это бесплатная онлайн-игра противостояния наземной, воздушной и морской техники, которая доступна на ПК, Xbox и PlayStation, а также Mac. Недавно в War Thunder вышло крупное обновление «Небесные стражи». Появилась такая техника, как истребитель вертикального взлёта Як-141, зенитка-панцирь С-1 с кабиной, как у КамАЗа, а также легендарный вертолёт Little Bird. И плюсом к этому впервые в War Thunder появился французский флот. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в одной сессии соревнуются самолёты, вертолёты и наземная техника, а в отдельных матчах курсируют корабли большого и малого флота. Также появилась живописная локация «Пиренеи» для авиационных сражений, а несколько карт для наземных боёв получили зимние вариации. Я тебя уверяю, когда ты зайдёшь в игру, ты не встретишь ни одного Ерора, а наоборот будешь заворожён пейзажами и красотами локаций. Помимо крупного обновления, ещё доработали визуальные эффекты. От этого воздушные сражения стали ещё реалистичнее. Любую машину и её экипаж War Thunder ты можешь прокачивать, улучшая эффективность новыми гаджетами и бронёй, а также кастомизировать, создавая свой уникальный стиль, который увидят все игроки. Хочешь повеселиться на технике? Качай War Thunder по ссылке в описании абсолютно бесплатно. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат полмиллиона серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, три премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать всё это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Какого чёрта игра с такой физикой имеет самый популярный вне режим только РП? Окей, задам вопрос по-другому. Почему сама просьба, вот само сообщение подписчика, отыграй где-либо, попробуй РП, выглядит как вызов, который невозможно выполнить? Всё потому, что создатели сами загоняют в рамки своих игроков. Например, сервер GreenRP. На нём было в своё время запрещено стрелять несколько раз подряд из гранатомёта. Кто-то это правило объяснял так, что это слишком имбалансно, нельзя же несколько раз подряд заряжать из гранатомёта. Так пусть игроки сами с этим ебутся. Они купили себе гранатомёт за хуево тучу денег, ну не донатных, а валюты игровой, они копили на него, они не могут им нормально попользоваться. Они не могут затащить нормально какую-либо РП перестрелку или рейд, потому что только три раза ты можешь выстрелить, а после идёт воображаемый КД, который ты должен считать сам. Не посчитал, получаешь, пизда ладно. А как насчёт передвижения? Его создатели некоторых серверов тоже ограничивают. Вот, я бегу, я не могу встрейфнуться вправо, влево моментально. Я назад не могу быстро пойти, шифт не действует вообще. А вперёд пожалуйста, вперёд пожалуйста. Я могу пройтись, пробежаться, пропрыгать. Назад нет, назад ноу. В бок стрейфиться тоже я могу, только медленно, потому что создатель так захотел. А вот эта голосовая вставка предназначена для тех детей, которые захотят самоутвердиться в комментах и сказать, что я конченый. Ведь я немного нехорошо высказался и упомянул их любимый сервер. Например, справедливости ради стоит сказать то, что инекс не особо-то и обосрался от вот этого недостатка. Потому что он нивелирует саркадной составляющей инекса. Например, РП как везде пишется, это игра по ролям, только там она сделана немного саркадной составляющей. Предположим, ты взял какого-нибудь полицейского, а тебе не нужно будет постоянно каждого нарушителя ставить лицом к стене, проверять что-то через ми, через ролл. Ты увидел нарушителя, который зашёл за запрещенную по РП зону, ты его быстренько наказал, без всяких разъяснений. А если он сопротивляется, ты тут же начал перестрелку. И если ты выходишь из него победителем, это ли не прикольно? А что делают остальные сервера по драк-РП в данный момент? Правильно. Они создают кучу правил, которые загоняют игроков в рамки. С таким сводом рулов я могу с огромным успехом зайти даже на боссы на игре РП и посадить любого чела за то, что он бегает в припрыжку, ведь это нон-РП. И он, конечно же, не стал бы так делать в реальной жизни, ведь правила тактуются именно так. Ребята, кто собирается делать в будущем Dark-РП сервер, пожалуйста, не усложняйте игрокам жизнь. Оставьте, пожалуйста, огромные страницы правил серверам типа Доброграда и прочих серьёзных. На беброподобных и прочих серверах столько правил в принципе не нужно. А то, что кто-то сделает второй Доброград, но я очень в этом сомневаюсь, поэтому не стоит нагружать сервер такой кипой правил. Охеренно, я комментаторам облегчил задачу и свой сервак застрал так, как не сможет никто другой. Ладно, поговорим немного о долбоёбах. О долбоёбах, которые на серьёзных щах ожидают от аркадной игры, от санбокса. От санбокса, блять! РП! Серьёзная! Настолько же серьёзная, на каких щах они как раз и утверждают о том, что в Гаррис моде никогда не будет РП, потому что люди такие. Затем их рожа становится ещё серьёзнее, когда ты их называешь заслуженно дебилами, из-за того, что они реально считают, что игроки могут быть причиной того, что РП нету. Это вина драконь и юзеров о самой игры. Она сама тебя располагает к экшену, это песочница, это постоянное действие, постоянно ты что-то строишь, что-то рушится, взрывается, стреляется, кто-то бегает, прыгает, но этого никто не понимает. То, что творится на данный момент в Дарк РП серверах, это нормально. Это абсолютно нормально, когда какой-нибудь чел врубает музыку в микрофон и ходит с ней по всему серверу. Это абсолютно нормально, когда кто-нибудь во время погони от полицейских берёт прыгать с большой высоты, зная то, что этот урон он переживёт и не отправится на спавн. Тогда с чего ему бояться? Просто потому, что так написал создатель? Да бред. Вы спросите, а почему я в других роликах не пропускаю мимо те правила, которые я считаю ненормальными и докапываюсь до них и игроков? Наверное, потому что эти правила для кого-то досуществуют и их, наверное, нужно соблюдать, раз их написал создатель. И вот он, сука, первый стоп-кадр, насчёт которого я хотел бы поговорить и привести не очень хороший пример. Вот эта фраза просто так написал и захотел создатель, да-да, за мной тоже есть такой грешок. Перед вами сейчас будет картина, когда я записывал недавний материал на Беброграде. Я вот буквально сегодня набрал материала за маньяка и столкнулся с такой неоднозначной ситуацией. Мне в какой-то момент показалось, что меня заставляют прямо-таки не думать своей головой, а чисто и тупо читать правила и действовать строго, исходя из них. Гражданский, в чём дело? Вот я уже на всех парах бегу к его двери, чтобы узнать, почему же он всё-таки стрелял с пистолетой. Попутно вызываю 911, потому что я замаскирован под полицию. На мой вызов откликается настоящий полицейский и неожиданно подозрительный человек в маскировке полицейского. Да, это маньяк, но чтобы не нарушать НОНРП, просто скажем, что он был подозрительный. Челикс стрелял из пистолета с этой квартиры. Не открывай сейчас двери, ребят, называйте наряд, пожалуйста. У меня шиза. Не нужно ничего вызывать. Не надо. Ладно, я открываю, не надо ничего вызывать. Почему пусты? Осмотрите его, осмотрите сейчас. Я сейчас приду с нарядом вместе. Встаньте лицом к стене. Ебальники в стены. В стены. Не понятно? Ебаш. Да, если бы я был каким-то новым игроком, я бы, конечно, попытался его задержать, сказать там, лицом к стене или, как обычно, у ментов принято. Если так можно выразиться, то я работаю на этом сервере за госпрофессией достаточно долгое время и, соответственно, таких вот челиков, которые рубают всех направо и налево, я перевидал огромное множество. И чисто исходя из этого, я понимаю, что я там один, меня никто слушать не будет, чтобы он хоть как-то подчинялся и взаимодействовал, нужно отряд минимум из четырех человек, а у меня такого нету. Игнорить это правонарушение будет нарушением НОНРП, а терять профессию, а тем более лотерейного маньяка, никому не захочется. Тем более, будучи полицейским, который получил лотерейного маньяка, я могу до последнего топить за то, что я полицейский и пытаться прикидываться им, чтобы не раскрыть себя. Единственный вариант, который был, зайти просто и зажать ЛКМ после звуков стрельбы, которые я услышал за дверью. А зачем оружие-то достали? В чем дело? Привет. Что ты был до ночи? В смысле, за что? Он заходит к СБГ и подозреваемому в квартиру. И я слышу выстрелы. Потом я смотрю, тела, считай, валяются, а он сидит в углу, переодевается. Выглядит он точно так же, вот так вот сейчас. И это... Привет. Он стоит убивать. Что? Ты не видел, что произошло, может, там вообще другой человек был. Слушай, но я не глупо, я могу сложить дважды два, и я знаю то, что происходило. Но ты просто зашел, убил человека без причины. Если без причины, он убил сотрудника полиции. Вооруженного причем. Ты этого не видел. То есть у тебя не было причины. Вооруженного сотрудника убил, ты слышишь, что меня нет? Ты видел ситуацию, еще раз говорю. А если убил другой чел и вошел в инвиз на заточке? На какой нахуй заточке? Если. Давай без если. Мы обсуждаем то, что конкретно было. Давай демк посмотрим, я потом... Давай. Окей. Да, только не забывай, что я просто не хочу РП информацию здесь разглашать, кому попало. Чем ты недоволен? Чего тебя не устроило? Ты за маньяка убил госсотрудника. Ты думаешь, тебя будут бегать, пытаться... Цель полицейского задержать и не застрелять. Задержать человека, который не боится. Цель полицейского задержать и не застрелять. Ты говоришь о том, что тебя нужно пытаться задерживать в соло, когда ты не будешь подчиняться. Я не сопротивлялся, я был без оружия. Понятное дело, ты хотел переодеться по-быстрому. И шо тебе? Ну, что и? Шо тебе не устроило? Ты за маньяка убил челика, так же тебя убил. Я сопротивлялся. Я сопротивлялся. Че ты спамишь одно и то же? Ты за маньяка поставить лицом к стене? Ты же не будешь подчиняться. Потому что ты маньяк, и у тебя феррерп до трех. Ой, давай будем честны, ты искал просто перестрелку. Какую перестрелку я искал? Каким образом я искал перестрелку? Я пришел туда самый первый, потому что чел стрелялась в пистоле. Да ты чела убил, а лоб, ты меня слышишь? Нет, что-то за хуйню порешь. Да, xd. Привет, 2010. xd. Я за стеной стою, за дверью, я слышу убийство. И захожу, вижу два тела. Один СБГ, другой мирный житель. Что мне делать, сука? Мне его пытаться, ну, задерживать в наручнике всякие и так далее? Нет, нахуя? Маньяк может так делать, в чем проблема? Ты маньяк? Да. Я не хочу особо раскидываться этой информацией на НРП-разборках. Челики иногда ради этого только и подают жалоб. У тебя помеха разборкам. Какая нахуй помеха разборкам? Обычная. Какая помеха разборкам? Тебе сказал, что я маньяк. В чем твоя проблема? Ты информацию сказал, которая бы нам сократила время. Сократила время? Да. Слушай, меня что-то особо никто не хотел слушать. Вы хотели демку посмотреть? Вы посмотрели? Что еще надо? Еще раз говорю, ты не сказал, что ты маньяком. Тебе помеха разборкам. Ну так я и не хочу рассказывать эту информацию направо-налево. Я объясняю с точки зрения РП, потому что я играю за полицейского, за маньяка. Я объясняю с точки зрения РП ситуации, которая там была, почему я так или иначе поступил. Это жалоба, а не РП ситуация. Да, жалоба, а не РП ситуация. И что дальше? В демку посмотрели, чтобы убедиться, что было так или не так, как я рассказывал. Ну, рассказал мне, что мне как-то похуй будет, я пойду дальше убивать людей. Ой, я тебя поздравляю. Дальше. Что? Что дальше? Ну, подумай. В смысле, подумай? Ты мне сейчас опять какую-то херню несешь. Этот мне рассказывает про помеху. Я несу. Ну да. Ты обиделся, что тебя два раза убили, хотя ты за маньяка играешь? Да нет, не несу. Пиздец, мне обижаться на челяка в игре за два. Видимо, да. Обижаться все-таки есть на что. Два раза убили, трагедия. Ужас, боже. И я играю на профессии, которая заточена под то, чтобы делать легальный РДМ на серваке, ну, в пределах разумного. И потом я обижаюсь на то, что меня два раза убили. Охуеть. Кому думать надо, точно не мне сейчас. Закрывай жалобу, у меня нету нарушения. Я убил его два раза, просто потому, что я могу. В итоге меня вернули, закрыли жалобу, и я не получил никакого наказания. Знаете почему? Просто потому, что у меня профессия была такая. Никому не было нахуй нужно РП объяснение этой ситуации, почему я так поступил. Еще до того, как они узнали, что я был на маньяке, а не просто полицейским, им было нахуй не нужно объяснение, почему полицейский подумал именно так поступить с маньяком, которого он нашел, как раз таки за тем самым делом, что он расстреливает госсотрудника. Причем я очень сильно сомневаюсь, что если бы они были на моем месте, они бы бегали за ним с наручниками. Да, будь у меня наручники, я бы их все равно бы в жизни бы не взял в такой ситуации, а просто взялся бы за оружие и зажал левую кнопку. Потом я пересмотрел этот материал и вообще охуел с того, что происходило. Мало того, что модератор просто забил хуй на то, что мотивировало моего персонажа в РП именно так поступить. Не арестовать его, не угрожать оружием, а именно сразу расстрелять. Далее я понял, что нормальным адекватным объяснением ты тут ничего не сделаешь, челы непробиваемые и дал просто имбовую контролу. У меня профессия маньяка, идите нахуй, пожалуйста, у меня больше нечего вам сказать. И тут он тоже нашел к чему прикопаться. Помеха разборкам, ты затягивал время. О боже, целых две минуты вы со мной спорили, что я могу или не могу так поступать. Это хороший пример плохой жалобы, где игроку просто вдалбливают в голову, что он не должен, сука, думать своей головой ни в коем случае, а делать только то, что предписано правилами сервака. И здесь нам открывается одна из небольших проблем в Дарк РП, которую я могу выделить впервые за 17 минут. А именно то, что ты не всегда понимаешь, какую отыгровку делает тот или иной игрок. Вот я решил в этих фрагментах сделать небольшую такую среднюю отыгровочку полицейского, который внезапно стал маньяком, у него сорвало крышу, и он пошел выборочно кого там удохать. И вот во время такой вот человой средней, скажем, отыгровочке мне встречается какой-то сука бубен, РП которого ограничивается тем, чтобы делать только то, что не запрещается правилами. А в такой затруднительной на первый взгляд ситуации думать головой вообще нахуй надо, какой дебил это придумал. Думать вообще, что за хуйня? Правила, ебать, читай, и все, по правилам играй. Какие нахуй сравнения с реальной жизнью? Правила, сука, для кого написаны? Вот по такой логике эта жалоба и проходила. Чтобы полицейский думал своей головой, принимал какие-то взвешенные решения, принял решение не арестовывать какого-то убийцу, который не будет ему подчиняться, а сразу его расстрелять. Такого нахуй в правилах нету. Это хуйня, ребята, это бан. А, так он был маньяком, тогда нормально, маньяк по правилам может ебашиться. Иди на Забивы, гуляй, жалоба закрыта. Ой, ладно, на самом деле, это не ролик, а просто 20 минут нытья о том, что серьезная РП оказывается не нужна, автор тупое быдло, которое несет свое мнение в массы, причем оно неправильное и не имеет права на существование. Не имеет оно таких прав тупо потому, что оно не совпадает с мнением какого-то комментатора, который не согласен будет при просмотре этого ролика. Если ты придерживаешься именно такой логики, то поздравляю, ты долбоеб. Ладно, сегодня ролик не о долбоебах, хотя он бы тоже мог бы быть в теории, если бы вы захотели бы его увидеть на канале. Все мной ранее перечислено, не применимо только к одному серверу. Это Доброград. Благодаря обновлениям на этом серваке, мне кажется, что это даже не сервер по Дарк РП, а Доброград это как будто отдельный режим в режиме Дарк РП. Здесь же тебя подталкивают не к экшену, а наоборот подальше от него. Большей части не лором, не атмосферой и не правилами, а тотальным урезанием экшена. Например, ты не можешь нормально завязать перестрелку, потому что ты не понимаешь, как с этого оружия стрелять. Самый пресловутый, обычный и простой взлом двери на Дарк РП здесь же целый квест. Насчет квеста я вообще не шучу, потому что некоторые игроки записывают гайды о том, как это делается. Ну, не советую делать, как я, потому что я конченый дебил и я делаю это для видео. Из-за этой, казалось бы, мелочи на серваке становится, ну, очень скучно играть. Но это также не делает этот сервер плохим. И на этой ноте мы возвращаемся в начало ролика. Там, где я говорю то, что лично мне не нравится такая серьезная игра. То, что лично я не понимаю, почему должна быть такая серьезная отыгровка внутри той игры, которая заточена, наоборот, под экшен. Но если вы заранее восприняли мой ролик не как мое личное мнение насчет чего-либо, рассмотрев вместо этого варианты того, что же я мог тут оскорбить или же вы смеять, то вы просто обычный дегенерат. А теперь мое сообщение к более адекватной части публики. Ребята, у меня комментарии, если что, как форум. Я разобрался, как сделать так, чтобы их YouTube не банил, так что обсуждайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok